МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всех приветствую! Меня зовут Чак, и в эфире ваш любимый Ньюсбокс. Вот и началась новая, бодрящая и уникальная неделя. Оставайтесь с нами, с нами всегда интересно. Начинаем новости! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Russian Music Box уже в Лондоне. Как прошла вечеринка нашего телеканала в столице родины Гарри Поттера? Как стать знаменитым или что делать после победы в музыкальном конкурсе? Самое интересное, об этом и не только, узнайте через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народ, как известно, больше всего на свете любит праздники, а мы любим эти праздники для людей устраивать и на Кипре концерты проводим, и в Турции. А совсем недавно вечеринка от Russian Music Box при поддержке Эмильи 7 прошла в одном из самых популярных городов Европы – в Лондоне. Публику там радовали сразу два отечественных коллектива – группа «Пицца» и «А-Студио». Подробности узнаете прямо сейчас. Из Лондона с любовью вечеринки группы телеканалов «Мьюзик Бокс» любят все без исключения. Регулярно мы проводим концерты в самых разных уголках планеты, начиная от Кипра и заканчивая Турцией, а недавно состоялась совместная с Эмильей 7 вечеринка в самом центре Великобритании. В пасмурный Лондон посетили сразу две отечественные группы – «Пицца» и «А-Студио». Различия между нашими европейскими слушателями певица не заметила. Вы знаете, мне кажется, не особо ничем, потому что менталитет, например, одинаковый. Юмор похожий. Мне в этом случае, например, конкретно в этом случае отличается, наверное, из-за того, что все-таки люди, которые живут за границей, соскучились по родному, языковой, не знаю, песней, коллективу, когда приезжает там какой-то свой артист, как говорится. Тогда, конечно, приятно и более так эмоционально встречают. Мне очень нравится Лондон. Я был практически во всей Европе, в Америке и так далее. Но Лондон отличается всего. Я люблю места, которые удивляют меня. Удивляют меня тем, что я вижу здесь то, что я не видел где-то еще. Помимо местных любителей хорошей музыки на вечеринку пришло и много наших соотечественников. Кто-то из них живет в Лондоне, а кто-то просто отдыхал. После выступления и сами артисты придумали себе туристический тудулист. Если вы хотите шопиться, то сейчас вам Кэти все расскажет. Шопиться, мне кажется, все знают. Маленький райончик. Не маленький, он большой райончик, где все магазины. Если честно, вот какие-то винтажные, такие недорогие магазины я еще тут не нашла. Поэтому шопиться, вообще, ну, шоппингом заниматься в Лондоне, это очень дорого, а это раз. Это невыгодно. Нужно использовать интернет для этого. Нужно использовать интернет, искать, что есть в этой стороне отзывы от тех людей, которые здесь уже были. И ходить в музеи, ходить по улицам. Лондон – город капризный. Тут то и дело проходят концерты, популярных по всему миру групп. Но вечеринку нашего телеканала здесь еще не скоро позабудут. Ведь у истосковавшихся по родной речи соотечественников не часто бывает возможность ходить на подобные концерты. С Russian Music Box это поправимо. Мы хотим радовать наших зрителей по всему миру не только с телеэкранов, но и вживую. В наше время очень много музыкальных конкурсов, которые дарят молодым исполнителям возможность быть услышанными. Высшая проба – конкурс, где победителя выбирают не только профессиональные судьи, но и зрители. На галоконцерте, посвященном старту музыкального соревнования, побывала наша съемочная группа. Тысячи молодых людей и девушек приезжают в столицу, чтобы покорить сердца миллионов. Талантливые и с харизмой, уверенные и не очень они надеются, что Москва поможет именно ему и о нем заговорит вся страна. Еще несколько лет назад без денег в шоу-бизнес было не попасть. Но все изменилось и сегодня стать известным певцом и певицей можно. Испытать удачу и приняв участие в одном из многочисленных вокальных конкурсов. Мы получаем очень много просьб от молодых артистов, чтобы их взяли на продюсирование. Мы осматривали клипы, пытались несколько раз с молодыми артистами что-то повстречаться, посмотреть, как они работают. И нам пришло в голову, что проверять их надо как раз на сцене. А для того, чтобы проверять их на сцене, надо сделать что-то типа конкурса. Продюсерский центр Григория Лепса в том году уже подарил путевку в большой шоу-бизнес молодым исполнителям. Конкурс «Высшая проба» организованной компанией певца получил большую огласку и известность. Финалистам конкурса достались заветные призы. Ромаде за второе место сняла свой клип. А победитель Данила Буранов заключил контракт с продюсерской компанией Григория Лепса. Песня авторская. Ее музыку написал Денис Клявер. Словам написала я. И, в общем, мы решили на нее снять клип, потому что она мне... она новая, она мне нравится очень. Я в правительственском центре нахожусь около трех месяцев. Может быть, даже меньше. Вот. И за это время мы успели записать одну песню. И скоро займемся уже второй, третий. Скоро будет альбом. Я надеюсь. Искренне в это верю. Вот. Очень хотелось бы. Высшая проба – конкурс, где победители определяют не только профессиональные жюри, но и зрители, отдавая свои голоса понравившимся участникам. Этап за этапом будут оставаться только самые сильные, чтобы в конце сразиться в честной борьбе за звание лучшего. Но одной победы часто бывает недостаточно. Важно использовать конкурс, как трамплин, и работать над собой, репертуаром и стилем. Да это не так сложно, на самом деле, пробиться. Был бы оригинальный материал, самобытный. Нужно быть крутым просто. Надо хватать то, что есть сейчас, искать продюсеров, искать композиторов, искать аранжировщиков, искать свою публику и говорить «Я пою по-своему, я пою свою песню». Потому что ты абсолютно прав, без единицы остались после всего этого. А так жаль, эти люди владеют голосом феноменально просто. И почему-то они оказываются не у дел. Но бывалые артисты уверены, что помимо репертуара и стремлений очень важно собрать команду, которой сможешь доверять и которая будет помогать исполнителю покорять вершины шоу-бизнеса. После того, как они выиграли этот конкурс, организаторы должны вкладывать в этого артиста силу, время и средства, чтобы этот артист держался и поднялся. Понимаете, неважно, если выиграл и потом исчез куда-то в тень. Поэтому нужно вместе поддержать этого человека. Действительно, если он талантливый, талант всегда заметен. Понимаете, нельзя пропускать минуту. Высшая проба – конкурс, который дарит возможность каждому желающему заявить о себе. Неважно, солисты или поешь в группе – главный авторский материал. Продюсерский центр Григория Лепса не ставит целью просто провести конкурс и, собрав рейтинги, позабыть артистов. Компания заинтересована найти талантливых молодых исполнителей и помочь им не словом, а делом. Шанс для талантливого человека именно такой – это очень важно. Потому что, когда ты хочешь показать себя, показать свое творчество, то, что ты пишешь, нужно просто хотя бы какое-то мгновение, хоть что-нибудь, для того, чтобы сделал вот такой вот хороший толчок. Это как бомба замедленного действия. Я надеюсь, что высшая проба именно поможет талантам взорваться. Какими бы ни были итоги конкурса, главное – не переставать работать. Ведь часто в итоге настоящую победу одерживают не победители. Самое главное – быть собой. В конкурсе, не в конкурсе, неважно. Когда ты выступаешь перед зрителем, зритель чувствует, когда ты играешь и когда ты реально от себя это делаешь. Если ты клевый, если ты крутой, действительно талантливый, тебя обязательно заметят, будет куча лайков и ты будешь в теме музыкальной. Мне кажется, что нужно заниматься именно тем делом, которое ты любишь, добиваться своей цели, идти к ней. И тогда ты добьешься результатов. Нужно просто в это верить. Я знаю по себе. Высшая пробы – это шанс быть услышанным на всю страну. Молодые и талантливые музыканты, торопитесь, время еще есть. Итальянская красота по-русски. Как прошло открытие нового филиала Центрального института дермокосметологии. Любят ли наши звезды готовить? Об этом расскажем вам завтра в 19.00. Не пропустите. Ну а на этом все, ребята. Мне остается только напомнить вам чаще заглядывать в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также лайкать и комментировать фотографии в инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Чак. Всем мир. Пусть новая весенняя неделя будет насыщенной и плодотворной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова